Украины по поводу участия в марше памяти 9 мая. В направлении музея отечественной войны от метро Арсеналья в прошлом году шел непрерывный поток людей, который был считать колонной. И этот марш не организован. Продолжался более пяти часов. То есть, можете представить, сколько там людей прошло, никто эту колонну не организовал. Просто все эскалаторы Арсеналья работают на подъеме, люди шли, шли, шли с цветами, и шли с портретами своих родственников. Только, опять же, это не была организованная колонна, а много-много людей вот так ушло. Значит, на этот раз есть в Славянском комитете группа людей, которые готовят подобные мероприятия. Вот они и раньше занимались перезахоронением ветеранов отечественной войны, и книгу памяти издали. Вот, так что это в этом году обязательно тоже будет. Ну, а в какой форме? Ну, мы еще не проводили заседание совета. По этому поводу еще не рассматривали, это еще не решали, но будет обязательно. Спасибо. Спасибо, Александр. На следующую пятницу готовься. Мы думаем, что у нас будет видеомост, и тогда вот можно будет на следующую пятницу время скажем. Может, и вы соберете свой оргкомитет. Хорошо? А я слово с твоего согласия передам Григоровичу Алексею Александровичу, который входит вот как раз в Луганскую калитетику. И привет тебе большое. Все. Спасибо, Саша. Спасибо. Ну что, пожалуйста. Пожалуйста. Владимир. Я, к сожалению, не должен вас сейчас объявлять. У нас будет встреча в горизонте с министром астрологии Беларусь. Ну, а по середине, в общем, через неделю я буду в Минске. Там у нас будет заседание Международного Союзовского Совета. В том числе и из Киева должны приехать Лаврененко с Грачевым. Ну, будут и поляки, будут и Чехии, и другие страны. И, естественно, доведем эту инициативу и необходимость проведения такой акции. Оттуда я попробую заехать с белорусской стороны в Киев. Ну, как получится. Там будем встречаться с членами Славянского комитета Украины, с теми, кто не приедет в Минск. Поговорим об этом тоже. Возможно, удастся провести совещание до 1 мая. Ну, въезд в Украину перед первым и перед девятым месяц будет очень напряженный. В прошлом году, 30 апреля, когда я туда выбирался, те, кто туда въезжал, практически около 400 человек сняли с поезда на границе и отправили обратно в Россию. Украинцев не только с юго-восточной пропиской, а и вообще многих жителей Украины. Нужно учесть этот момент, если будут действительно поездки в это время в Украину либо благопременно, либо учесть. Спасибо. Насчет землячества. Там вопрос стоит такой, что под флагом с транспарантами со словом «Украина» выразили отрицательное мнение наше и наше землячество киевлям, которые приглашают всех наших жильяков. Вы сказали, что Киев, да, тем более, что люди фактически воевали так же, как и мой отец, от западной границы до Кавказа и до Кенигсберга. То есть определиться, Украина это или Беларусь, или еще какая-то часть территории Советского Союза, ну, не хотелось бы выпячивать здесь именно вот. Украина – это наша одна большая Родина. Была, есть и будет. Вот хоп и дискуссия национальности не вели. Да, но может быть это и правильно, иначе начинаем процесс разделить. Есть такое мнение, да, что это бессмертный полк национализировать нехорошо и территориально вот так вот… А как вы смотрите за собой идею, например, все-таки показать, что кроме тех, кто, мы о ком мы помним, есть категория «неизвестный солдат». Без имя. Очень хорошо. То, о чем здесь все высказали, замечательно. И молодые гвардейцы, и те, кто сегодня вот сражаются за, так скажем, свободную Украину. Поэтому с вашими проводами надо согласиться, потому что правильно. Мы должны больше на объединение… И это будет тоже консультирующий какой-то момент. Вот на это я прошу прощения. Спасибо. Я, прошу прощения, я тоже дополню… Кстати, я тоже поддерживаю вот эти слова, как вы сказали, и Николаев, что он вообще не пойдет по проекту в Одессе. Поэтому куда вы хотите… Города должны быть… Луган, Донецк, Херсон, Николаев, Одесса… Ну, это правильно. А насчет «неизвестного солдата», я участник прошлого, я говорю, «Бессмертного фонда». Там просто не было… Было это несколько таких «неизвестных». А вот если пойдет группа, то новая группа, да… Это… Да, это должно идти группой молодых людей, которые будут нести вот это… Да, или в компактную должны идти, что «неизвестного». Мы в Украине, если у нас все получится, мы именно хотим вот так, как показали, на белом фоне неизвестный солдат черным и белым. Это вопрос и жизни, и смерти. И второе, обязательно в компактную, чтобы показали. Это проблемы. Это белое пятно. Мы ее должны заполнять. Да. И вот это ловое, вот, если только полку, это ловое… Вот поэтому и шла речь о том, чтобы что-то привнести. С Николаем Ивановичем Бляхом я вчера имел длительную дискуссию по полу. И поэтому вот здесь вот как раз и написаны города, вы видите, да? Я приблизительно написал города, которые как это будет выглядеть. Я бы сказал, что это ловое. Ну и здесь вот всё, что это говорит… Бляхом я приблизительно. Это ловое длительное дело.